Мальчики и девочки, готовьтесь удивляться, поражаться и восхищаться. Я Тридок Найт, ваш мастер церемоний. В наши постапокалиптические дни происходит много всего интересного. Давайте послушаем свежие новости. Дьявол ходит среди нас, дети мои. Может, он и выглядит, как мы, но родина его преисподня. Ими ему легион и дела его легенда. Вот, например. Расскажу-ка я вам сегодня историю про маленького мальчика. Мальчика по имени Брайан Уилкс. Жил себе мальчик Брайан в Грейдиче, маленьком поселке, на который недавно напали огромные голодные муравьи. К сожалению, выжил только Брайан. Вот тогда-то в нашей истории снова появляется деточка из убежища 101. И все налаживается. Видите ли, 101-й не только остановил муравьев, он еще и нашел Брайану новый дом. Так что, если встретите Брайана и его новую семью, пожелайте им всем удачи. Ой, знаю, 101-й. Ты молодец. Спасибо за внимание, дядя Мари. С вами Тридок Найт. На волне вашего любимого радио новости галактики. Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь немного музыки. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Чёрт! Я выигрывала ежегодные конкурсы коллекции клуба любителей ядер колы 10 лет подряд. Ага, я его президент, секретарь и казначей. Раз в год мы собираемся здесь, в Гердершейде, чтобы готовить еду с использованием ядер колы. В прошлом году я победила со своим тушёным тараканом в соусе из ядер колы. Объедение. Ну, пока только двое. Я и Рональд. Но каждый может вступить в него. Ты тоже можешь вступить, если хочешь. Рональд? Ого! Прости, я решила, вы уже знакомы. Он обычно болтает со всеми, кто приходит в Гердершейд. Он мой сосед и мой защитник, как он сам себя называет. Представь, если какой-то мерзкий рейдер захочет захватить мою коллекцию. Уж он-то им покажет. Он такой милашка. Обязательно поговори с ним. Точно было дело. Может, сейчас и начнём? Как ты можешь сопротивляться? Это такая вкусная штука! Хорошо, тогда пойдём. Позволь всё тебе показать. Но никакой бесплатной ядер колы до самого конца экскурсии. Когда Джон Калиб Брэд Бертон изобрёл ядер колу в 2044 году, она быстро стала самым популярным безалкогольным напитком в мире. Удивительный напиток быстро привлёк армию поклонников, что заставило корпорацию ядер колы выпустить множество рекламных материалов. Вот как эти. К 2067 году автоматы с ядер колой типа этой древней, прекрасно сохранившейся модели, стояли почти на каждой улице в Америке. Даже в нынешнем сумасшедшем мире ядер кола занимает первое место среди напитков для переживших армагеддон. Как я и обещала, вот немного тонизирующего. Ледяная ядер кола. Только посмотри, как бутылка запотела. Живительная прохлада. Прошу прощения. При виде ядер колы обычно я теряю волю. Перед тем, как я тебе озвучу своё небольшое предложение, позволь рассказать мне немного о квантовой ядер коле. В общем, прямо перед тем, как упали бомбы, хорошие ребята из ядер колы разработали, как им казалось, усовершенствование изначальной формулы. Назвали это квантовая ядер кола, чтобы подчеркнуть вдвое больше цвета, вдвое больше кофеина и вдвое больше вкуса. Но вкусовая добавка точно была ни при чём. Просто у людей не было единого мнения на тему появления квантовой. Понимаешь, чтобы выставить бутылки на полках в магазинах и раскрутить продукт, в рецепт пришлось добавить лёгкие изотопы. В результате напиток не просто наполняет энергией, но ещё и светится синеватым оттенком. Да нет, может, совсем чуть-чуть. Не было зарегистрировано никаких побочных эффектов. Вообще-то есть одно особое свойство. От него твоя, эээ, моча светится. О, нет, вовсе нет! Квантовая ядер кола создавалась под контролем Ассоциации контроля за продуктами и лекарствами. Они никогда бы не допустили, чтобы вредный продукт попал в продажу. Мне просто нравится! Мне её всё мало и мало! Я думала, что подсела на обычную ядер колу, но квантовая оказалась намного круче. Я хочу ещё больше! Ну да, ты принесёшь мне квантовый ядер колы, а я тебе заплачу. Я бы даже сказала щедро. Я заплачу тебе крышками за каждую принесённую тобой бутылку. Ну, знаешь, на расходы. Но если тебе хватит пороху достать столько бутылок, чтобы заполнить мой автомат, всего 30 штук, у меня будет для тебя секретный суперприз. Эх, ладно! У меня есть чертёж ядерной гранаты. Единственная копия на всей столичной пустоши. Принеси бутылки, и он твой. Представь себе лицо противника, который заживо сгорает в шипящем взрыве аромата колы и фруктов. Ну, что скажешь? Принесёшь мне бутылки? Отличненько! Я уже чувствую вкус квантовый. Удачи тебе, дорогуша! На востоке есть какие-то мерзкие рейдеры в Эвергринмиллс. На твоём месте я бы держалась оттуда подальше. К счастью, мы как бы спрятаны под старым хайвеем, так что нас тут не беспокоит. Я далеко не всё знаю об оружии, но я точно знаю, что она гораздо мощнее обычной гранаты. Взрыв огромный и тоже синего цвета. Насколько это круто! В общем-то, да. Ха! Я тебя удивила, да? Лучшим вариантом для тебя будет найти развалины в Шингтонской фабрике по розливу. На ней должны быть транспортные накладные. С ними ты без труда сможешь выяснить, куда доставлялась квантовая. А там, наверное, ты даже сможешь найти какое-то количество бутылок квантовой. Быстрее возвращайся назад, может, я ещё успею сделать свой легендарный квантовый сорбет. Субтитры создавал DimaTorzok Здорово, приятель! Что ты делаешь у Сьерры дома? Будет лучше, если она тебе показала только ядер колу. Я не люблю парней, которые связываются с моей женщиной. Ну, потому что это никого, кроме нас, не должно касаться. И всё-таки она горячая девчонка, правда же? Ух ты, ты такой же простак, каким кажешься. Как бы это сказать? Я бы с ней станцевал горизонтально, ты же понимаешь, спахал бы её поле. Ладно, малыш. Новичок в этом, да, деточка? Ну, можем сказать так, у неё есть кое-что, что я бы хотел получить. И вот тут на сцене появляешься ты. Я знаю, она просила тебя найти и квантовый ядер колы. Чёрт, она просит всех, кто тут шляется. Моё предложение заключается в том, что ты продолжаешь искать напитки, но несёшь их не ей, а мне. Она так удивится, что я принёс ей столько ядер колы, что как масло растает в моих руках. Я заплачу тебе так же, как и она, все будут счастливы. Ты хитрая сволочь. Кто бы мог подумать, что ты такой пройдоха. Ладно, ладно, удваиваем. Только принеси мне эти бутылки, а то если мне и дальше придётся слушать всю эту чушь, которую несёт Сьерра, у меня мозги взорвутся. Так что, ты это сделаешь или как? Ну вот и заработаешь. Отлично. Значит, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Имя подтверждено в моей системе. Номер сотрудника не существует или не присваивался. Паттерны речи соответствуют норме. Запущен протокол перехвата управления высшим руководством. Чем я могу помочь вам этим чудным плодотворным днем? Это фабрика с ног сшибательное изобретение лучших умов корпорации Ядеркола. Мы используем новейшее оборудование, чтобы производство самого популярного в мире напитка не прекращалось круглые сутки. Наше подразделение гордится собой. За 457 дней не было ни одной смерти или потери конечностей сотрудниками. Этот продукт вершина вкусовых ощущений. 17 фруктовых ароматов и фирменный вкус колы смешаны для создания идеального освежающего напитка. Новая стронциевая добавка вставляет так сильно, что начинаешь взлетать. Это информация в компьютере грузового терминала. Пароль входа для терминала НСС-1864. Разумеется, позвольте я сделаю вам копию. Вот, держите. Хорошего плодотворного дня. Хорошего плодотворного дня. Хорошего плодотворного дня. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...